Развитие атомной генерации на Смоленщине даст стимул социально-экономическому росту в регионе. Об этом заявил губернатор Смоленской области Алексей Островский на пресс-конференции в ходе рабочего визита в Десногорск 10 сентября. По мнению Алексея Владимировича, сооружение новых генерирующих мощностей Смоленской АЭС-2 позволит укрепить экономические позиции региона, продолжить успешно развивать сотрудничество с Росатомом, что, несомненно, самым положительным образом скажется и на социальной сфере Атомграда и всей Смоленщины. Я очень благодарен президенту страны за то, что он поддержал инициативу администрации области, инициативу Росатома о необходимости строительства второго энергоблока Смоленской атомной станции. Безусловно, строительство блока будет иметь синергетический эффект. Я уверен, что весь строительный комплекс Смоленской области в той или иной степени будет задействован в этой работе. Уверен, что строительство второго энергоблока даст новую жизнь замечательному городу Десногорску. Наверняка появятся новые рабочие места. Возможно, увеличится налогооблагаемая база. Проект сооружения Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВР-ТОИ включен в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденную правительством Российской Федерации. Уже в этом году он войдет в инвестиционную программу Росатома. Новым этапом социального партнерства Смоленской области и атомной промышленности стало заключение соглашения о сотрудничестве, которое подписали 2 сентября генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и губернатор Алексей Островский. Росатом – социально ориентированный партнер администрации области. Платятся значительные налоговые средства как Росатомом, так и Росэнергоатомом, дочерней структурой. Совместными решениями с руководством Росатома мы каждый год вкладываем очень значительные для Десногорска средства в обновление и модернизацию социальной инфраструктуры. В детские садики, в школы, в поликлинику. И я уверен, что это сотрудничество идет на благо десногорцев и благодарю Росатом за то, что такие значительные средства в виде налоговых отчислений ежегодно вкладываются в этот город. Кроме того, Алексей Островский посетил социальные объекты Десногорска. Мемориальный комплекс «Курган Славы», масштабная реконструкция которого ведется при поддержке Росатома, а также «Атом-класс» в общеобразовательной школе номер 3, созданной в рамках проекта «Школа Росатома». Также губернатор проинспектировал выполнение ранее данных им поручений по ремонту дорог в Десногорске.